7 класс, 29 серия. Прямоугольная система координат на плоскости. Прямоугольную систему координат на плоскости образуют две взаимно перпендикулярные прямые. Горизонтальная ось абсцисс или ось ОХ, вертикальная ось, ось ординат или ось ОЮ, направление задается слева направо и снизу вверх, задается длина единичного отрезка на одной оси и на другой оси, это расстояние от нуля до единицы. Плоскость, на которой выбрана система координат, называют координатной плоскостью. Прямые углы, которые образуются осями координат, называют координатными углами. Это первый координатный угол, второй, третий и четвертый. Это координатные углы. Положение любой точки определяется двумя координатами. Давайте рассмотрим точку М. Если опустить перпендикуляр на горизонтальную ось, на ось абсцисс, то мы попадем в точку с координатой 3. Значит, первая координата по х равна 3. Если опустить перпендикуляр на ось ординат, то мы попадем в точку с координатой 2. Значит, вторая координата точки равна 2. Итак, первая координата – это координата по х, или абсцисса точки, а вторая координата по у по оси ординат или ордината. Итак, эти два числа являются координатами точки. Если точка находится на оси Ох, на оси абсцисс, то ее вторая координата по у равна 0. А если точка находится на оси ординат, то первая координата, то есть ее первая координата абсцисса точки равна 0. Первое задание. Даны три вершины А, В, С квадрата А, В, С, Д. Надо найти координаты четвертой точки, четвертой вершины квадрата, точки Д. Итак, точка А задается координатами минус 2, минус 3. Минус 2 – это абсцисса. На оси Х находим минус 2. А затем вниз на три единичных отрезка. Значит, это точка А. Точка А имеет координаты минус 2, минус 3. Находится в третьей четверти. Так, точка В. Первая координата абсцисса минус 2, а затем плюс 2. Значит, вверх надо подняться на два единичных отрезка. Значит, вот здесь находится точка В. Так, точка С плюс 3. Значит, на оси Х надо найти плюс 3 и подняться вверх на два единичных отрезка. Вот точка С находится в первой четверти. Так, точка Д. Так, теперь сейчас давайте другим цветом, зеленым цветом построим. Вот это первая сторона квадрата, затем еще одна сторона квадрата. Так, ну а теперь давайте достроим квадрат и определим координаты четвертой точки. Точка Д имеет координату по Х. Вот здесь будет находиться точка Д. Первая координата абсцисса – это плюс 3, вторая – минус 3. Итак, координаты точки Д – 3, минус 3. Вторая задача. Дана точка А, координаты которой 3, минус 2. Надо построить точку В, симметричную, точке А, относительно начала координат и определить координаты этой точки. Так, давайте отметим точку А. Так, первая координата 3. Значит, на оси Х надо найти точку 3. Вот точка 3. И вниз на 2 единичных отрезка. Вот здесь находится точка А. Так, точка, которая симметрична, точке А относительно начала координат, она будет лежать на прямой, которая проходит через точку А и через начало координат. Вот если мы построим прямую. А затем надо отложить отрезок, равный отрезку ОА. Вот здесь находится точка, симметричная точки А. Давайте обозначим ее буквой В. Так, итак, осталось определить координаты этой точки. Опускаем перпендикуляр на ось абсцисс, попадаем в точку минус 3. Значит, это первая координата. И опускаем перпендикуляр на ось ординат, попадаем в точку плюс 2. Итак, координаты точки В минус 3, 2. Третья задача. Квадрат со стороной 4 расположен так, что центр находится в начале координат. Стороны параллельны осям координат. Найдите координаты вершин квадрата. Итак, если сторона квадрата равна 4, и стороны параллельны, и центр находится в начале координат, то вершины квадрата будут находиться вот в этих точках. Так, давайте определим координаты. Так, если это единичный отрезок, значит, здесь будет 2, здесь минус 2, плюс 2, минус 2. Так, определяем координаты точек. Точка, которая находится в первом координатном угле, имеет координаты 2, 2. Так, та, которая находится во второй четверти, вот эта точка, ее координаты минус 2, 2. Так, следующая вершина – минус 2, минус 2. И точка, которая находится в четвертой четверти, 2 минус 2. Вот таковы координаты вершин квадрата.